Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Итак, в эфире программа Радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые слушатели. Итак, очередной понедельник, очередной радиоблог. Ну, прежде чем я начну это всё, я хотел бы вас адресовать в ТВ-клуб Континент. Если вы не имели счастье слушать нашу программу, в которой участвовал ваш любимый ведущий Народной Волны Сергей Зацепин, то предлагаю это сделать, потому что, в общем-то, мы обсуждали довольно интересные темы, на мой взгляд. Серёжа может подтвердить. Ну, темы всегда и с моим участием, без моего участия, они, как всегда, острые и актуальны, скажем так. Ну, да, мы стараемся держать вас в курсе, потому что сами, опять же, стараемся держать руку на пульсе. И несмотря на то, что жизнь сейчас нам подбрасывает, как правило, какую-то негативную информацию, мы, в общем-то, так или иначе стараемся её переварить и доложить вам, что же происходит. Сегодня у нас в гостях мой тёзка, журналист, мой коллега из Бостона Игорь Туфельд. И, как вы понимаете, мы не можем обойти стороной тему Афганистана. Да, есть такое подозрение, что эта тема долго будет в центре внимания, потому что, ну, скажем так, каждый божий день какая-нибудь информация проходит новая, и пока радоваться нечему, пока мы терпим позор, унижение. Ну, собственно, Игорь об этом, наверное, готов рассказать, потому что мы уже и в ТВ-клубе обсуждали это в своём, ну, как говорится, повторение, мать, учение, может, ещё что-то за эти пару-тройку дней случилось, Игорь, да? Можно об этом сказать. Ну, интересно, но хотелось бы начать с высказывания премьер-министра Черчилля, его ответ к возвращению его предшественника, премьер-министра Чимберлена, который вернулся из Мюнхена в 1938 году после Мюнхенского соглашения небезызвестного, и заявил о том, что я привёз Европе мир и благополучие, на что Черчилль ему ответил, что вы привезли в Европу войну и позор. А, в общем, всё, что происходит сейчас в Афгане, очень напоминает мне ответ Черчилля, потому что именно так или приблизительно так охарактеризовал военную операцию в Афганистане президент Трамп, который сейчас устраивает всякие митинги, ралли и прочие обращения к нации. В общем, на самом деле тут нечего добавить к тому, что сказал Трамп, потому что это действительно позор, это полное бесчестие, это полная потеря престижа мирового. И вообще, если кто-нибудь сможет мне возразить, я могу с этим человеком поспорить. За последние, по крайней мере, сто лет не было случаев, когда американцам кто-то диктовал свои условия. А сейчас, когда Соединённые Штаты Америки пытались каким-то образом продлить эвакуацию, талибаны сказали, нет, 31 августа – это последний день эвакуации. Вот, пожалуйста, когда будут звонить наши уважаемые радиослушатели, смогут ли они опровергнуть этот факт? Было ли когда-нибудь такое в истории Соединённых Штатов Америки? Должен добавить, что многие политические комментаторы сравнивают ситуацию в Афганистане с ситуацией во Вьетнаме. Я считаю, что это абсолютно неправильное сравнение, и я объясню почему. Дело в том, что во Вьетнаме, когда американские войска ходили, да, была тоже суета, был хаос, но, по крайней мере, это было как-то организовано. Но не было никакой угрозы со стороны внешних террористов, которые сейчас абсолютно распоясывались в Афганистане, их никто не контролирует, и единственное, кто может им противостоять, это Соединённые Штаты Америки, которые, в принципе, уже уничтожили двоих террористов. Одного, правда, должен сказать, что это вообще немножко странный факт, что американские средства массовой информации в размере 92%, как мы говорили, не поддерживающие консервативные взгляды, а являющиеся явно либеральными, даже я бы сказал промарксистскими и так далее, не побоюсь такого определения. Тем не менее, это так. Заявили о том, что, да, был ликвидирован один из террористов, который не имел отношения к взрыву в Кабуле, в Кабульском аэропорту, но являлся одним из участников планирования этой операции. То есть, как бы специально дали понять, что убрали человека, террориста, но, в принципе, не того, который несёт прямую ответственность за взрыв в Кабульском аэропорту. После этого был ликвидирован ещё один террорист, который по заявлению Пентагона, Белого дома и Госдепартамента направлялся в сторону аэропорта для того, чтобы произвести очередной акт, террористический акт, как убийца, самоубийца. То есть, такой чисто джихадовский... Игорь, я тебя хотел бы спросить, пока ты не закончил эту всю свою историю, рассказ, но назвали ли А имена этих террористов и Б, не напоминает ли тебе эта ситуация некий рояль в кустах, который оказывается вдруг неожиданно, ради того, чтобы каким-то образом сказать, что вот этот беспомощный, этот, ну, в общем-то, не кудышный, этот синильный, это какой угодно, президент ничего, собственно, не делает ради того, чтобы обеспечить достойный, если уже решили, выход. Ну, ты понимаешь, в чём дело, Игорь? Можно их было назвать как угодно, там, Хаттабом, Ибн Хаттаб. Ну, всё-таки, хотя бы. Абудаудом, как угодно. Это не Бен Ладен, это не террорист мирового уровня, это террористы, имена которых ничего не скажут обыкновенному американскому. Абсолютно ничего. Возникают сомнения. Сомнения в том, что вообще кого-то убрали. Что вообще, а был ли мальчик, понимаешь? Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то, но на самом деле, мне кажется, что здесь овчинка выделки не стоит, что мало в Афгане террористов, да могли кого угодно убрать. Да, и сказать, что это что? Акт возмездия, что это? Ну, это, да, это, как говорил Байден, что никто не уйдёт, никто не забыт, ничто не забыто. Я понимаю, вот если мы знаем по Израилю, да, допустим, когда вот сейчас всё-таки, к несчастью, парень раненый, в общем-то, ушёл из жизни, и вот его сослуживцы поклялись, что они разберутся. И вот тут веришь, что они разберутся конкретно с исполнителем, и это рано или поздно будет, хоть как бы его не прятали там. Ну, ты не сравнивай израильтян с Байденом, понимаешь? Израильтяне объявляют, как бы, цель. Был такой известный террорист по кличке «Инженер», которого долго, в конце концов, его убрали и сразу заявили. Причём тут дело даже не в том, что заявляют израильтяне, или в том, что заявляют американцы, а в том, как реагируют на это сами террористические организации. То есть сразу демонстрации, протесты, какие-то там пышные похороны. То есть всё это подтверждает тот факт, что это действительно был ликвидирован террорист всемирного... Высокого полёта, скажем так. ...деленского масштаба, да. Или когда, допустим, ликвидировали шейха, этого инвалида, которого выпустили после ареста израильских разведчиков в Омане, в столице Иордании, то, в конце концов, его тоже... Как его, Есин был, как он, по-моему? Да, шейх Есин. Шейх Есин, престарелый шейх, такой вот... Ну, очень плохой человек. ...террористических вообще всех актов. Его ликвидировали вместе с его инвалидной коляской, и тоже был шум на весь мир, как это так. А даже когда Россия ликвидировала террористов чеченских, или, по крайней мере, как они заявляли, они их называют террористами. Я сейчас не берусь обсуждать эту тему, потому что у каждого есть свои определения террора. Но это тоже отражалось не только со стороны России, но и со стороны тех, кто понёс эту жертву. Так что это как раз очень важный вопрос и очень важное, как мне кажется, объяснение всего того, что происходит, и всего того, что мы видим и слышим. Но мы не видим именно вот такой реакции со стороны этих террористических организаций. Но, тем не менее, я хотел бы вернуться к сравнению с Вьетнамом. Итак, я уже сказал, что во Вьетнаме не было никакой внешней угрозы со стороны террористических организаций. Это раз. Второе, что во Вьетнаме был подписан договор с вьетнамским правительством, которое существовало и которое было официально действовало. А в Афганистане договор с бывшим правительством, который был свергнут ещё до того, как американцы эвакуировали свои войска, вообще просто не имеет никакого значения. Ноль. Это не договор, это просто пустая бумажка. А договор с талибанами подписан не был. В отличие от того, что собирался делать президент Трамп, когда планировал вывод войск из Афганистана. Собственно говоря, по его указанию был выпущен из пакистанской тюрьмы Мула Барадар. И в этой ситуации были запланированы достаточно серьёзные договоры, которые должны были каким-то образом гарантировать безопасность. Но, во-первых, договор не был подписан, потому что, как мы знаем, выборы были сфальсифицированы, и президентом стал Джо Байден. А когда Джо Байден пришёл к власти, то он вообще игнорировал талибанов и считал, что власть в Афгане будет той, которой она была до этого. И в этом, кстати говоря, основной просчёт, потому что даже когда сейчас многие журналисты и политические аналитики спрашивают американскую администрацию, почему, собственно говоря, вы использовали гражданский аэропорт, более уязвимый для всех террористических атак, а не военную базу Баграме, авиабазу, с которой можно было спокойно под охраной военных отправить, эвакуировать и американских граждан, солдат, офицеров, гражданских лиц, сотрудников посольства и граждан Афганистана, которые сотрудничали с американскими властями, то ответ на это подручал просто какой-то безумный ответ. А потому что у нас был договор с афганским правительством, ну а что толку от этого договора? Ну как вообще такие асы военных наук, генералы, командующие не могли предвидеть эту ситуацию? Ведь никто даже не вёл никаких переговоров с талибанами в администрации Байдена. Все думали, что вот всё, ну как думать, думать. Как говорится, индюк думал, да в суп попал. Как бы здесь не произошло то же самое с президентом Байдена. Не в суп, а под 25-ю поправку, а? Тянет? А, вот это. Ну хорошо, про 25-ю, вот смотри. Вот такое случилось, в общем, бесчестие. И, ну, Белый дом, понятно, какие могут быть дела. Там никогда не принимают на свой счёт любой просчётли или что-либо. Но генералы, если они бы имели совесть, а совесть совестливым оказался лишь офицер, которого зовут Стюарт Шеллер, заявивший, да, публично своё вот отношение к тому, как вот это всё делалось, о чём вот ты рассказываешь. И в итоге его выдворяют, значит, из вооружённых сил, получается. И опять практически гробовое молчание. А что в отношении двух конгрессменов, которые отправились, рискуя собственной жизнью в Афганистан, для того, чтобы просто увидеть своими глазами, что происходит, потому что средства массовой информации, пресс-конференции Белого дома, пресс-конференции Пентагона, пресс-конференции Госдепартамента, вообще ничего невозможно понять. Поэтому Сет Малтон из штата Массачусетс и ещё его, кстати, демократ, и его коллега-республиканец отправились в Афганистан по своей собственной воле, для того, чтобы оба ветераны афганской войны. Тем не менее, что с ними сейчас происходит, они подвергнуты полной обструкции. По телевидению говорят о том, что они это сделали не для того, чтобы проверить, что происходит в Афганистане, а для того, чтобы попасть на телевизионные каналы и в газеты. Ну вот какой человек. Люди совершают какой-то мужественный, действительно бескорыстный поступок, рискуя собственной жизнью, а их обвиняют в саморекламе. Ну где такое вообще? То, что происходит, каждодневный бред, это вот-вот приходят гробы, да? Как себя ведут, любой лидер, как себя ведёт при этом? Встречая, это самая, что ни на есть, такая трагическая церемония, которая, в принципе, может быть в стране, да? Когда вот такое, когда из-за рубежа прибывают вот эти самые гробы людей, служащих и защищающих Америку там. И что происходит? Это чудо смотрит на часы. Видимо, у него там какой-то запланированный приём пищи или наоборот, отъём её. Я не знаю. Что происходит? Будет апрель. Вы полагаете? Да, я полагаю. Будет апрель и какая-то буква греческого алфавита. Но я не хочу на эту тему переходить, но мы же знаем, как будут бороться за то, чтобы выборы опять были ничем не отличались от прошлогодних. Это уж точно. Ну, на самом деле, давай всё-таки вернёмся к ситуации в Афганистане. Вот последний. Кстати, ты сегодня 30-е, ты помнишь, да? А завтра то самое 31-е. А завтра, кстати говоря, 31-е. Апрель через 7 месяцев. Вот именно. Так ну-ну. Пять, около десяти сенаторов и конгрессменов, республиканцев выступили в Конгрессе с заявлением и просьбой разъяснить ситуацию, которая касается граждан Соединённых Штатов Америки, находящихся в Афганистане. По их сведениям, последние несколько дней многих американцев не пустили на территорию аэропорта и также не пустили их в американское посольство. Они требуют расследования и объяснения этому позорному факту. Несколько дней никаких ответов на эту тему вообще не было, а потом последовал ответ от Роса Вилсона, который является послом Соединённых Штатов Америки в Афганистане. Он полностью опроверг эту информацию и назвал её несоответствующей реалией. Что происходит на самом деле, неизвестно. Но вот интересно, что на пресс-конференции Пентагона, которая закончилась буквально пару часов назад, было заявлено, что за последние несколько дней в аэропорты в штате Техас и в штате Пенсильвания прибыло 17 авиарейсов из Афганистана и вывезено около 4 тысяч человек. Причём не указано, сколько из них граждан Америки, граждан Афганистана. Когда спросили генерала, который выступил в это время, пресс-секретарь Пентагона, любезно уступил ему место именно для того, чтобы тот ответил на этот вопрос, оказалось, то есть он не сообщил, сколько афганистанцев, сколько американцев, но сказал, что большая часть американцы. Однако по другим сведениям в Афганистане на сегодняшний день остаётся около 300 граждан Америки. Причём было на этой же пресс-конференции заявлено, что американцы будут эвакуированы в первую очередь. Это означает, если перевести это на нормальный человеческий язык, что после того, как 300 американцев, это судя по цифрам 17 рейсов около 4 тысяч человек, значит здесь, видимо, 2 рейса будет, 2-3 рейса. И таким образом все, кто останется после того, как американцы полностью будут эвакуированы, уже не будут эвакуированы никогда. Игорь, вообще эту цифру, пожалуй, никто не знает, но интересная вот деталь такая относительно прибывающих в нашу страну, афганцев, но не только в нашу, в Европу тоже. А ты в курсе, что заявила наша, мы давно о ней не вспоминали, наша конгресс-вумен нью-йоркская, Акасия Кортес? Она назвала какую желательную цифру афганских берегенцев? Ну, она назвала, по-моему, 150 тысяч, если я не ошибаюсь, или что-то около этой. Но дело не в том, что уже последовал указ, новый президентский указ. Мы за это время много-много указов видели от президента. Еще один, да? Да, еще один указ, который гласит о том, что необходимо создать все условия для беженцев из Афганистана, включая проверки на ковид, а также прививки и оказание медицинской помощи, в чем они, у меня всякого сомнения, нуждаются. Это все так. Но самое интересное, что во вчерашней пресс-конференции, в воскресенье, когда Байдену задали прямой вопрос, причем задал, по-моему, журналисты CNN или CBS, ну, в общем, такие левые каналы... А не Блумберга? А может быть и Блумберга? Ну, Блумберг тоже, в общем-то, такой... Ну, не, ну, там... Ну, ну, это он... Он им отвечает одинаково очень мудро. В том, что когда его спросили в отношении ситуации в Афганистане, он просто сказал, а на этот вопрос я отвечать не буду. Да, да. Сегодня он ответил то же самое, когда его спросили о посредствиях и федеральной помощи пострадавшим от урагана Ида. Такой же ответ. Ну, собственно говоря, о чем здесь говорить? Если человек не может отвечать на простые вопросы, то, в конце концов, таблица умножения в первом классе учили первоклассников. Вообще, еще... У него еще отпуск не кончился. Отпуск. Это святое дело. Это святое. Вот его, его, его партнер по президентству, который, в общем, любил тоже очень часто в гольф уезжать за 8 лет своего, играть своего вот этого президентского срока, да, он тоже умудрялся исчезать в то время, когда, ну, в общем-то, требовалось находиться на рабочем месте. Об этом никто не говорил. Так, как говорили о Трампе, когда он тоже любитель игр и больше владелец полей для вольфа играл. Но как только он там появлялся, даже если в Америке не было никаких кризисов, никаких военных действий, все равно... Все это... В это время там в стране ковид, а он играет в гольф. Ага. Это мы с того, чтобы сесть на локдаун, да? Вот, именно. Ну, я не знаю. У тебя есть ощущение? Мы уже говорили об этом, что вот даже, ну, какое-то употребляя там выражение, что, может, уже сливают этого нашего, нашего, в кавычках, 46-го. Но вот с каждым днем все более и более набирается та критическая масса, что даже вот эти самые мейнстрим-пресса не может игнорировать уж совсем, вот. Что же происходит? Как же они его отмазывать будут? Не будут они его отмазывать. У меня... Было три программы, которые я записал. И во всех был подобный вопрос, аналогичный. Я считаю, что идет подготовка к применению 25-й поправки Конституции, то есть отстранению президента от должности по состоянию здоровья. В принципе, почетный уход. Так же, как, ну, можно провести какую-то аналогию с отставкой Никиты Сергеевича Хрущева в 64-м году, когда, в отличие от своих предшественников, которые просто ставили к стенке, допустим, Алексея Ивановича Рыкова и других его коллег по Политбюро, то Никита Сергеевича просто тихо, мирно, агрессивно отправили на пенсию. Дали ему персональную пенсию, пенсионер. Он даже ходил в театры там. Да, да. Покойный Казаков рассказывал мне о его присутствии на одной из премьер трилогии, посвященной 50-летию революции, там, декабристы, народовольцы и большевики. Ну, ладно, это уже тема. Нет, ты знаешь, ну, сейчас я единственное могу сказать, что никуда он не будет уходить, пока не продастся вся коллекция картин его сына Хантера Байдена, потому что, ну, надо же, штаны чем-то... И есть стратегический запас нефти. Да, потому что чем-то штаны надо держать свои. Ну, я думаю, за это он не должен волноваться. Ни он, ни его супруга, ни его сына, ни его брат. С этим все в порядке. Мы же помним заявление коллеги Хантера по украинскому бизнесу. Да. Такого самим. Которого лжецом назвали. Игорь, у нас сейчас небольшой перерыв. И благополучно продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, и мы вернемся. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Игорь, у нас есть звонки, если вы не возражаете. Да, да, вот сейчас как раз наш друг возвращается с небольшого перерыва. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, расскажу о своем ощущении от этого всего, что было задумано и что произошло. Но это после того, что Александр Непомнящий в прошлой пятницу нам рассказал о том, что я, например, понятия не имела, что собой представлял, например, младший Буш. И что это творилось еще в его правлении, как относились к Израилю. Когда я считала, что он с уважением относился к Израилю, не давил на Шарона и выполнял все, что Шарон попросит и так далее. Оказывается, все было наоборот. И у меня такое ощущение, что, во-первых, вот этот позор, это было запланировано. Они уничтожают нашу страну планово и поступательно. И началось это еще, ну, может быть, еще бытность Буша, но очевидно, это стало при Обаме. А то, что, так сказать, Афганистан захватил Талибан, может быть, это даже не так плохо, как если бы осталось то правительство, которое было, и они это собирались сдать Ирану, во владении Ирана. И, так сказать, они выполняют свой глобальный проект, и Иран, они, я не знаю, затащили они его уже в этот проект, и они все еще и заманивают туда. А я прошу прощения, у вас есть вопрос к гостю. Да, но я хотела бы узнать отношение гостя к такому положению. Это, на его взгляд, это так может быть или это мои фантазии? Спасибо. Спасибо большое. Игорь, пожалуйста. Прежде всего, я хотел бы отметить отношение к Ирану и афганского правительства и так далее. В принципе, Иран в этой ситуации является одним из заинтересованных лиц. Насколько прошлое правительство симпатизировало Ирану, это, в общем-то, факт недоказуемый на сегодняшний день. Я бы сказал, что, скорее всего, не симпатизировало. Талибаны, да, у них есть сильные разногласия с Ираном, но вообще в политике и в исламе тоже иногда бывают компромиссы. Так что при всей, скажем так, мягко говоря, недружелюбности двух этих режимов, это вовсе не означает, что не найдут какие-то соприкасающиеся факторы и не будут действовать вместе. Мне кажется, здесь важен другой вопрос, каким образом талибаны могут быть полезны иранскому правительству. И мне кажется, что это очень важный вопрос, на который, в общем-то, ответа нет ни у кого. Собственно говоря, у Ирана и так есть достаточно много союзников на Ближнем Востоке. Это очевидный факт. А талибаны, в общем-то, они заинтересованы в том, чтобы навести порядок внутри Афганистана, а не вступать в какие-то международные перипетии. По крайней мере, на данном этапе... Порядок в их понимании. ...постояние это сделать. Да? Хорошее слово «порядок», да, мне нравится? Не, ну действительно, вот нельзя еще и не сказать, а все-таки о том, что внутри тоже может еще много чего быть. У нас звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушай. Не дождался радиослушатель, перезвоните, пожалуйста, 847-400-5200. Ну, пока нас набирают, что ты скажешь? Насколько в Панжарском ущелье там какое-то сопротивление, возможно, серьезным быть? Ну, серьезное я не думаю, что возможно. Это, кстати говоря, можно даже судить по тому, с какой легкостью талибаны захватили вообще всю власть в Афганистане, президентский дворец и так далее. Ну, понятно. Ну, тем не менее, партизанщина какая-то может быть. Нет, ну партизанщина, она, конечно, есть. Даже этот взрыв в Кабульском аэропорту, это тоже, в общем, партизанщина. Это явно не талибан. Игорь, извини, давай попробуем принять звонок, все же. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. В 1994 году люди, устав от внешней и внутренней экономической политики Клинтона и демократов, которые были, они были в большинстве в Сенате и Конгрессе, они поменяли Конгресс и Сенат, и республиканцы были в большинстве. И тогда спикер Евгеньевич и Долбор Долл, они заставили Клинтона поменять экономическую политику, что привело к развитию экономики в нашей стране и процветанию несколько лет до 2000 года. Вот. Нечто подобное мы ожидали, что в 2010 году, после провала Обамакера, демократы придут к власти, в смысле, в Конгрессе, и повлияют на Обаму, и как-то изменение экономическое, значит, уберут от Обамакера и так далее. Но этого не произошло, и вот многие республиканцы встали на сторону Обамы, и так продолжалось вплоть до Трампа, а не вместо того, чтобы сплотиться. Я просто прощения, у вас вопрос есть? Да, 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 вот я к вам к вопросу и я иду. Мы вот уже на пороге 2022 года, и Конгресс по-прежнему у демократов, и мы ожидаем, что вот-вот республиканцы придут. Не повторится ли то, что произошло в 2010 году, когда мы ожидали хорошего, но получилось, как всегда. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос, Игорь. Пожалуйста, 22-й год. 22-й год, я постоянно говорю об этом. Я говорил сегодня в трёх предыдущих программах, которые я записал. Это решающий год. Решающий год того о существовании республиканской партии, как таковой партии, участвующей в политической жизни Соединённых Штатов Америки. Поэтому не стоит загадывать о том, как они будут влиять на экономику и вообще на политическую жизнь Соединённых Штатов Америки и международную политику. А нужно просто делать всё и молиться на то, чтобы республиканцы победили и в Конгрессе, и в Сенате. Если они проиграют, то ничего не изменится, это точно. А если они выиграют, то тогда будем надеяться... Ну, тогда и увидим, да, на самом деле. Спасибо. Добрый день, слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Пожалуйста. Сейчас идёт большая полемика о том, что американцы оставили много вооружения, обмундирования и так далее, оборудования Талибанам. Это вооружение и всё остальное, что было оставлено, это собственность американской армии или это вооружение было передано в руки афганской армии, которая разбежалась и бросила всё на произвол судьбы. Пожалуйста, если у вас есть какие-то свидания, поясните. Игорь, пожалуйста. Игорь, пожалуйста. Не вертолёты Blackhawk, которые были захвачены. В общей сложности талибы получили американское оружие на сумму 82 миллиарда долларов. У них сейчас высокооснащённая армия образовалась. Да, высокооснащённая. Могут воевать, кстати говоря, и с Ираном тоже. Кстати, да? Да. Но, кстати говоря, вот сейчас ещё получил одно сообщение. Это в отношении партизанщины. Да, партизанщина сейчас в виде террористических атак ведётся. Был произведён обстрел, ракетный обстрел аэропорта в Кабуле. Причём по официальному заявлению Пентагона все ракеты были ликвидированы противоракетными установками, установленными в радиусе поражения кабульского аэропорта. И несколько ракет были выпущены по самому Кабулу. Есть жертвы. Пока передают о том, что пять человек было убито, но вроде бы ни одного гражданина Америки среди них нет. Ну, вообще, вот эта статистика, когда пытаются обвинить Трампа, вот в этой афганской всей истории, никто не хочет вспоминать, во-первых, как выглядели его соглашения, то есть на самом деле это раз. Во-вторых, почему-то неохотно говорят о том, что за полтора года не погиб ни один солдат. Это о чём-то говорит. То есть всё готовилось к тому, чтобы цивильно, да, закончить эту кампанию, которая уже не имела такого решающего смысла, но без вот жертв и без вот бегства и без, естественно, оставления, ну, наверное, понимали, раз мы уходим и раз уже приходит вот новая власть, мы же не имели в виду оставлять им вооружение на 80 миллиардов. Кстати говоря, здесь я с тобой тоже не согласен. Никто не говорил о новой власти. Мы не знаем, что должно было быть подписано в договоре между... Ну, и это да, это тоже. И президентом Трампом. Но единственное, что можно здесь, основываясь на той политике, которая велась вообще на Ближнем Востоке, в принципе, Афганистан можно как бы тоже причислить к этим странам, ну, хотя бы чисто гипотетически, потому что всё-таки они имеют какое-то значение в регионе. И просто, опять же, возвращаясь к ближневосточной политике, можно говорить о том, что впервые вообще за всю историю американской дипломатии был достигнут договор с враждующими сторонами. Я имею в виду, Израиль подписал мирный договор с арабскими странами. И, в общем-то, почему я об этом заговорил, потому что я не исключаю, что именно используя какие-то дипломатическое давление или дипломатические уступки, можно было ожидать, что договор между талибами и Соединёнными Штатами Америки будет включать в себя и какое-то разделение власти в самом области. Может быть, Игорь. Ну, вообще, ты себе в каком сне можешь представить, чтобы Трамп оставил вооружение на 80 минут? Ну, вот это ты можешь себе представить? А, берите. Понимаешь? Это вообще мыслимо? Нет, немыслимо. Немыслимо. То есть мы прекрасно понимаем, что... А, собственно говоря, а что теперь, вот как можно теперь критиковать Байдена, если это немыслимо? Мы с тобой пришли к этому выводу. Как он может ответить на этот вопрос? Никак? Никак. Да, всё. Значит, надо повернуться и сказать на этот вопрос. Я отвечать не буду. Не буду, конечно. И жена его не ответит. И жена его не ответит. И сын его не ответит. И сын не ответит. И где-то затерявшаяся непонятно в каких дебрях женщина, которая, скорее всего, если осуществится то, о чём ты говорил, то есть та самая пресловутая 25-я поправка, то тогда мы получим первую женщину президента. Кстати говоря, это тоже не факт, потому что первая... Вице-президент тоже, кстати говоря, женщина. А, в общем-то, сейчас тоже находится не в лучшем состоянии здоровья. У неё, как известно, гаманские... Короче, уволим всех. А дальше, дальше. Ну, самое интересное, что будет происходить дальше. В общем, ситуацию у демократов, конечно, не позавидуешь. Ну, прежде чем ты о ней расскажешь. Если президент уходит в отставку, погибает или его отстраняется, если с 25-й поправкой становится вице-президент. Но вице-президент тоже, как бы, даже помимо этого гаванского синдрома, в отличие от предыдущих вице-президентов, по крайней мере, 30-летней, 40-летней давности, можно начинать и с президента Картера, рядом с которым постоянно был Мандеил, и с президента Буша младшего, старшего, рядом с которым был всё время Данг Уэйл, не говоря уже о Рейгане, рядом с которым был Буш, который сменил его на посту президента. И у Клинтона тоже был вице-президент, который постоянно рядом с ним появлялся. Ну, или Чейни, помните. Он не ровался, да, Чейни вообще. Очень часто заменял президента на посту. Да, не говоря уже о том же самом Байдене, который был вице-президентом у Обама и Майки Пенси, вице-президентом у Трампа. То есть во всех этих случаях президенты, вице-президенты постоянно находились в поле зрения, действовали вместе, в соответствии, также руководили какими-то комиссиями и прочее, вели какую-то деятельность, и постоянно появлялись в поле зрения. А Камала Харрис стала исключением не только потому, что она первая женщина, вице-президент, но и потому, что она первый вице-президент, который избегает вообще какого-то общения с прессой. И сторониться президента. То есть это вот два... Игорь, она как та самая киплинговская кошка, которая ходит сама по себе. Такое ощущение иногда. У нас есть звонки, Серёж? 847-400-5200 были звонки. Несколько попыток дозвониться. Ну, вот давайте попробуем. Добрый день. Кто же будет, если не Камала Харрис? Алло, добрый день. Алло? А? Да-да, слушаем вас. Добрый день. Быстрый вопрос. А вы знаете, что было подписано между Трампом и Талибанами, или чем он подписывал? Мы не знаем, и вы не знаете. Поэтому не надо гипотезировать. Так, окей. Вы согласитесь со мной? Позвольте, вы знаете что? Как раз наоборот, надо гипотезировать. Потому что именно так, благодаря тому... Но вы не знаете договоры, которые... Мы основываем на каких-то реальных действиях администрации Трампа. Это не просто фантазия. Я не видел действия администрации Трампа. Того, как действовала дипломатия и результаты, которого они добились. Поэтому на основании этого мы можем предположить, опять же повторяю, предположить, как мог бы выглядеть договор с Талибанами. Ну, во-первых, за время, как уже Игорь упомянул, за полтора года не погиб ни один американский солдат. А вот за неделю реализации плана Байдена 13 человек погибло. Это факт, который не требует какого-то другого объяснения. Это страшно, я согласен с вами. Но гипотезировать, что было в одном договоре, и что сделано, это не очень... Но послушайте, на самом деле Трамп давал интервью, и Байден давал интервью. Байден говорил о своих планах, Трамп говорил о своих планах. И на основании этого можно сделать какие-то выводы. Я так думаю... Естественно, но общее дело в том, что обществу всё равно было доложено... Вот эти встречи, они же не были тайной. И всё равно, так или иначе, суть содержания этих встреч, так или иначе, оно доносилось до общества. Кроме всего прочего, я хочу добавить ещё одну вещь. Когда в стране существуют две противооборствующие политические силы, и переговоры ведутся и с той, и с другой стороной, это говорит о том, что вероятность достижения каких-то плодотворных результатов достаточно велика. Когда другая администрация, которая приходит на смену первой, ведёт переговоры только с одной политической силой, полностью игнорируя другую, всё приводит к тому, что мы видим сейчас в Афганистане. Это уже не доводы, а это выводы. Это не какие-то гипертрофические заключения и не фантазии. Это реалии сегодняшних дней и уроков истории. Это так. И на самом деле просто неприятно видеть то, что с больной головы на здоровую пытаются переложить. Почему? Потому что, ну, известно, что в данном случае не секрет, что демократы, о которых ты начал говорить, ну, прервали тебя, они, в общем, у них есть только одна отговорка на всё. Это виноват Трамп, виноват Трамп, виноват Трамп. Да, даже персонально. Уже, кстати, сейчас это немножко идёт по убывающей, потому что сейчас средства массовой информации говорят о том, что виноват Байден. Ай-яй-яй, они партийную дисциплину перестали, да, соблюдать? Я бы хотел вновь вернуться к 25-й поправке, к перспективам поправки. То есть, опять же, существует определённая иерархия. Если президент уходит, вместо него становится вице-президент. Шансы вице-президента и её поведение нынешнее мы обсудили. Кто является третьим? Нэнси Пелози, которая тоже сейчас подвергается резкой критике демократов и которую, напомню, 81 год. То есть, она на три года старше действующего президента. Четвёртым в иерархии стоит президент Сената. По традиции, эта должность предоставляется одному из старейших членов демократической партии с политическим опытом. В прошлом к адренции президента Трампа был сенатор Гресли, которому было 84 года. Сейчас этот пост занимает демократ Патрик Лихи, который является ровесником Нэнси Пелози. То есть, ему тоже 81 год. Так что, вот эта первая четвёрка выглядит очень слабо, я бы сказал, в перспективе политической власти и принятие реальных каких-то здравомыслящих, скажем так, решений. В общем-то, тупиковая ситуация. А пятым... Даёшь молодёжь. Пятым это уже госсекретарь Антони Блинкин. О-о-о. Который тоже сейчас подвергается резкой... Я думаю, он исчезнет ещё раньше, чем его босс, ты знаешь. Похоже на то очень сильно, потому что настолько беспомощного и настолько вот... Но с ним гораздо легче поступить. Тут не нужно никакого импичмента, никакого заседания Кабинета министров, и тем более Конгресса и Сената, Нижней Палаты и Верховной Платы. Ну да, просто... Я понимаю, вручить волчий билет и всё. Ну, волчий, не волчий, но... Ну, это как волчий смотрится, потому что никто же не любит покидать раньше времени. Ну, послушай, Тиллерсон ушёл и, в общем-то, остался тоже... Ну, Тиллерсон, генерал Хейк, Александр Хейк, был уволен Рейганом, тоже ушёл, в общем-то, в почёте. И, кстати, ну, я не нормально уходил. Да, очень корректно по отношению к Рейгану. Так что здесь можно говорить о чём угодно, но, в общем-то, с госферитарём вопрос решается намного проще. Ну, понятно. Ну, ты смотри, ты перечисляешь, так-то ты так до Акассии дойдём, а? Ну, да, Кази, не скоро. Можно ещё звонок примем? Нет, не дождались. Да что, через? Астин, который, по-моему, является шестым, и седьмым, да, министр финансов, там тоже, кстати говоря, сегодня и финансы тоже запели романсы. О, ещё у меня. Ну, и вообще... Всё, вообще-то такое, я бы сказал, не слишком романтическое правительство, которое благодаря всем вот этим своим каким-то там попыткам и успехам, в кавычках, заставляет слушать нас вот эти вот... Ну вот, ты, может быть, ты вот не думаешь ли, что вот это и есть плата за вот ту фальсификацию, которую устроили, которое привело людей, которые не должны были там быть? Ну, естественно, это плата, плата за всё то, что происходит. Но основная плата заключается не в этом, а в том, что демократы, идя на выборы прошлого года, в общем-то, не имели реального кандидата, почему, собственно говоря, они выбрали Байдена. Не потому, что это был самый достойный кандидат, а потому, что, я думаю, это был самый управляемый кандидат, которым действительно можно было как-то управлять. То, что мы видим сейчас, и все основная часть его кабинета, люди, которые занимают министерские посты или посты ближайших советников, это, в общем-то, ставленники президента Обамы, который тоже, кстати говоря, брал их не просто так, а по совету своего друга Билла Клинтона. И вот тут мы и видим какую-то закономерность, в общем-то, потому что, естественно, легче было назначить 78-летнего Байдена, который уже не слишком хорошо контролирует вообще свои поступки, не говоря уже о поступках такой страны, как Соединенные Штаты Америки, и просто руководить им так, как... Да, я понимаю. Ну, конечно, тут и преемственность, а с другой стороны, вот когда часто же мы говорим, да, 78-летний и так далее, но это такой не сильно предельный возраст. Бывали политики, которые постарше, которые вполне себе адекватно занимались своей политической работой и оставались и в уме, и во всех остальных качествах. Ну, естественно, здесь же речь идет не о возрасте, потому что человек 80 лет и в 90 лет может быть совершенно адекватный в здравом уме. Ну, вот, да, но память нашей большой стране не совсем соображает, что с ним происходит. Нам страшно повезло. Ну, ладно, мы еще о нем, видимо, не раз придется говорить, но не сегодня. Сегодня мы уже идем к завершению. Спасибо всем, кто был с нами, кто слушал, кто звонил. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok